Доброго времени суток. Меня зовут Каширский Владимир, компания Викиум. И сегодня в этом видео я расскажу вам о том, какие возможности дает вам платформа Викиум компетенции для сообщества Фоберлик и какие продукты для вас доступны на текущий момент. Для начала покажу вам экран, который вы видите после того, как проходите регистрацию и, соответственно, вам предоставляют доступ к сообществу Фоберлик. Вы видите, соответственно, 7 тренировок, которые необходимо пройти в течение 7 дней для того, чтобы сформировать ваш когнитивный профиль. Вот на текущий момент видно, что когнитивный профиль сформирован на 0%. Что такое когнитивный профиль? Ну, простым языком это ваш уровень способностей текущий, от которого система, уже оттолкнувшись, будет выстраивать для вас дальнейшие программы развития. Как я говорил, сама платформа построена по концепции за минимальное количество времени получения максимальной пользы. Таким образом, сами тренировки у вас будут занимать 10-15 минут в день, но при этом вы будете получать полезный уровень когнитивной нагрузки. То есть развивать внимание, память и мышление. Собственно, когда вы начинаете свою ежедневную тренировку, у вас появляется вот такая вот программа из 7 тренажеров. Каждый тренажер по 1 минуте. Соответственно, есть название тренажеров, написано, на что тренажер направлен и какие способности он тренирует. В частности, тренажер-близнецы формирует функцию внимания, которая позволяет меньше допускать ошибок по рассеянности. Невербальную логику находить причинно-следственные связи станет проще. Скорость мыслительных действий оперативнее принимает решение. Вы нажимаете начать упражнение, проходите легкое обучение, где вам рассказывают, что нужно делать. Ну, в данном случае нужно просто найти две одинаковые фигуры. Соответственно, вы проходите обучение и далее приступаете уже к самому тренажеру. То есть, задача у нас это оперативно находить две одинаковые фигуры на поле. Сами тренажеры построены по принципу усложнения. То есть, соответственно, они будут усложняться до тех пор, вот видите, вот здесь уровень растет, пока я не начну ошибаться. Если я ошибаюсь, то, соответственно, тренажер снижает уровень сложности. Таким образом, вы получаете для себя оптимальную нагрузку. То есть, тренажеры вас не перегружают, при этом дают пользу. В следующий раз, когда вы начнете тренировку, система уже сама подстроится, условно, вспомнив тот уровень, который был у вас, и предоставив вам, соответственно, оптимальный для вас на текущий момент сложность, с которой вы начинаете. Что-то вот не ищется никак фигура. Вы наверняка уже ее нашли, я что-то пока не могу. Ну да ладно. Значит, тренажер заканчивается. Давайте, ну сейчас ошибусь. И, соответственно, вы видите результат, что текущий ваш результат 633 балла. Количество верных ответов 2 из 3 подходов. Точность ответов 66 и 67 процентов. ИП – это индекс сложности тренажера, то есть в каждом тренажере там условно 100 уровней сложности. Создание нейронов – это элемент геймификации. Вы видите, что, соответственно, ваш уровень немножко подрос. Соответственно, набирая большее количество нейронов, вы повышаете свой уровень, тем самым открывая новые тренажеры и новые сложности. На текущий момент можно увидеть, что, ну поскольку я первый раз проходил этот тренажер, соответственно, ну мой показатель 633. Естественно, я лучше 17 процентов. Не ахти какое достижение, но есть возможность улучшить. И, соответственно, переходим к следующему тренажеру. Следующий тренажер у нас математика, тренажерное мышление. Он развивает аналитическое мышление, помогает оценивать ситуацию со всех сторон. Счетные операции, ну, счетные операции на что направлены? Вы сможете подсчитывать стоимость покупок там в уме, да, допустим, какие-то сложения, вычитания, деления. Все это в голове лучше считается. Наглядно-образное мышление, сможете придумывать небанальные идеи. Нажимаем кнопку «Начать упражнение». Опять же, небольшое обучение. Обучение, посчитайте выражение, выберите правильный ответ из предложенных. Все очень просто. Соответственно, открывается тренажер. 10 минус 5 – 5. Здесь 3 ответ. Ну, то есть достаточно быстро можно считать. Чем быстрее я это делаю, тем сложнее появляются примеры. Оп, пошли примеры на умножение. Ну, то есть таким вот образом вы проходите данный тренажер. И, соответственно, по результату прохождения мы сейчас, ну, вот осталось здесь время указано, да, 29 секунд, уровень сложности. Соответственно, есть внутренние уровни сложности, еще количество очков набранных и бонус. Соответственно, чем более, ну, чем успешнее я справляюсь, тем больше очков я в конце наберу. Сейчас это не столь важно. Соответственно, видим опять же результат по прохождению тренажера и так далее. Все, что нужно делать, это пройти тренировку за 7 минут и, соответственно, далее приступить уже к своему рабочему дню. Давайте я покажу, какой результат видит человек, соответственно, который уже прошел первые 7 дней. Обратите внимание, у человека уже появляется статистика, более детальная статистика. Сейчас я ее покажу. Но вы прошли 7 дней тренировок и далее, что вам предлагает система сделать? Система предлагает выбрать для вас цель развития. И вы в данном случае выбираете то, что для вас больше откликается. Целей достаточно много, вы можете выбрать то, что вам интересно. Ну, например, я хочу развивать системное аналитическое мышление. Выбираю, нажимаю кнопку подтвердить. Мне говорят о том, что приоритет развития выбран. И далее, соответственно, у меня меняется экран. Здесь есть элементы геймификации, где в данном случае есть дуэли, тренажеры, программу развития. Вот для тех, кто любит выполнять все задания на день. Вот это Apple Watch нас немножко вдохновил. Вы, по сути, проходя тренажеры, программу развития свою, играя в дуэли, вы закрашиваете эти круги, таким образом выполняя задания на день. Что здесь еще есть? Мы видим статистику. Мы видим, что на текущий момент мой уровень системного аналитического мышления на 51% соответствует эталонному. То есть, это говорит о том, что мне есть к чему стремиться для того, чтобы достичь 100%. Мы видим, что я лучше 82% сотрудников. То есть, в данном случае участников сообщества. Это говорит о том, что мой процент не самый низкий. И в целом я могу двигаться дальше. Это элемент геймификации. То есть, я не вижу лучше, кого конкретно я на текущий момент. Но, тем не менее, это позволяет мне оценивать, а где я относительно успешных коллег. Я вижу лучшие и отстающие способности. Я могу посмотреть, как развивались мои способности в течение определенного времени. Данная аналитика, она тоже есть в статистике. Теперь давайте покажу, что еще доступно для вас. Это, соответственно, тренажеры. В любой момент времени вам доступен абсолютно любой тренажер, который вы захотите пройти. Что у нас есть? У нас есть 13 тренажеров на внимание. Во-первых, у нас есть тренажеры дня. То есть, выбранные тренажеры, которые вам подсвечиваются, наиболее интересные, которые можно пройти. Далее у нас есть тренажеры на внимание. На внимание у нас в настоящий момент 12 тренажеров. И, собственно, два находятся в разработке. Собственно, давайте, ну, для примера открою какой-нибудь тренажер. Найди число, тренажер на внимание. Что он тренирует? Произвольное внимание. Вы научитесь концентрировать внимание только на важном. Он тренирует концентрацию переключения внимания. Позвольте не упускать из виду важные детали. Зрительное восприятие сможет быстро находить основные мысли в тексте. А чем же тренажер полезен на практике? Ну, прохождение игры благоприятно сказывается на концентрации внимания, которая способствует выделению нужной фигуры из фона, удержанию объекта. В свою очередь, это показывает сосредоточение на разных занятиях, выполнение целей, доведение дел до конца. То есть, в данном случае вы видите, что конкретно тренирует на уровне мозга, на уровне способности, для чего это нужно и какое применение на практике. Давайте пройдем этот тренажер. Просто покажу, как он выглядит. Здесь задачка очень простая. Нужно как можно быстрее искать нужное число. Обратите внимание, что я выбираю это число, и начинает усложняться тренажер. То есть, появляются уже трехзначные числа. Соответственно, они начинают мигать, они разными цветами подсвечиваются. То есть, задача становится сложнее. Таким образом, система, как я уже говорил ранее, адаптируется под тот уровень сложности, который на текущий момент для вас является наиболее оптимальным. Соответственно, я прохожу тренажер, игра становится сложнее. Сейчас интересно будет посмотреть результат прохождения тренажера. Где я относительно других участников. Сразу отвечу, процесс научения. Есть такое понятие, как процесс научения. То есть, я играл в тренажеры, я стал играть лучше, потому что я уже знаю, как это делать. Он здесь работает не более чем на 3-5% по оценкам ученых. Связано это с тем, что каждый раз игра генерирует новые цифры. И то, что я знаю, как их искать, не сильно мне помогает в поиске нужного результата. Итак, что я вижу? Что я набрал 7465 баллов. Количество верных ответов 15 из 15. Точность ответов 100%. То есть, я не допускал ошибок. Индекс сложности тренажеров повысился. То есть, я достиг внутри тренажера более высокого уровня. Созданы нейронов определенное количество. Ну и далее смотрю, что мой результат на данном аккаунте лучший за последние результаты, которые были до этого. И я лучше, чем 76% участников, которые проходили этот тренажер. Вот этот показатель достаточно динамический, потому что кто-то проходит лучше, кто-то хуже. Соответственно, он меняется в зависимости от текущей ситуации. Далее, можно таким вот образом пройти абсолютно любой тренажер. Соответственно, как вы видите, на текущий момент у нас есть 13 тренажеров на память. И, собственно, в разработке находятся еще два тренажера. Есть намышление. Очень много, очень много намышления. На мышление у нас здесь порядка 6-24 тренажеров. И мы еще разрабатываем новые. Обратите внимание на тренажеры полиглот. Это тренажеры на развитие речи мыслительных процессов. Их принцип несколько иной. Несколько отличается. Соответственно, на что он направлен? Он улучшает ораторские способности, делает речь более ярко. Умение работать с текстами, писать качественные, грамотные тексты станет проще. Лексические и грамматические способности, то есть речевых и грамматических ошибок станет меньше. Вот этот тренажер, здесь есть несколько уровней сложности. Вот эти тренажеры, они уникальны, потому что их можно проходить и на английском языке. То есть реально подтянуть немножко знание английского языка. Эти тренажеры очень полезны школьникам, потому что учат как раз, соответственно, речемыслительным навыкам. То есть правильнее писать слова, соответственно, подбирать антонимы, синонимы, мыслить иначе. И расширяют словарный запас. Мы здесь тоже тренажеры добавляем. В данном случае вам также будут доступны тренажеры из курсов. То есть у нас есть курсы скорочтения, чуть позже об этом расскажу. Соответственно, здесь, проходя последовательно курс и последовательно проходя тренажер, вы потом можете вернуться к любому тренажеру, потому что здесь есть даже тренажеры на развитие глазной мышцы. То есть вернуться и пройти любой тренажер. Есть тренажеры по мнемотехникам. Мнемотехники – это тоже отдельный курс на развитие памяти. И, соответственно, здесь есть тренажеры из этого курса, которые вам также доступны для прохождения. И, собственно, есть тренажеры по эмоциональному интеллекту. Вообще история уникальная. Мы эмоциональный интеллект разрабатывали с представительством Polackman International. И, соответственно, тренажеры, ну, для примера, там в Америке один тренажер стоит 70 долларов. Мы здесь записали аналогичные тренажеры, но самостоятельно. Тренажеры, которые меня, ну, помогают по микровыражению лица, соответственно, человека определить, какую эмоцию он испытывает. И, собственно, таким образом эти тренажеры вам также доступны. Вы можете учиться определять эмоции, ну, например, там удивление. Вот, собственно, сейчас курс не пройден, но когда вы пройдете курс, эти тренажеры также будут доступны к прохождению в удобное для вас время. Давайте перейдем тогда к курсам. Что такое курсы Викиум? Это специализированные курсы, которые позволяют овладеть навыками и полезными способностями. Они разрабатываются с участием экспертов. То есть, вот на примере эмоционального интеллекта я рассказал, что мы его разрабатывали с представительством Polackman International в России. Содержат они в себе аудио, материалы видео, уникальные тренажеры, которые позволяют навыки уже отработать, упражнения, домашние задания. То есть, наши курсы отличаются тем, что мы не только даем знания, которые необходимы человеку на практике, да, в практическом применении, но мы еще и даем тренажеры, которые позволяют полученные знания и навыки отработать. Это позволяет лучше усвоить материал. И из тех курсов, которые у вас доступны все курсы, то есть у вас максимальное наполнение, давайте на примере нескольких курсов расскажу, для чего они нужны. Например, «Идеальный русский» – наш абсолютно новый курс, который позволит вам научиться писать без ошибок, научиться красиво излагать свои мысли, проверять слова в письмах. «Перестаньте». И, соответственно, он как раз построен на правилах русского языка, чтобы можно было вспомнить отдельно. Это очень полезно детям, прям очень полезно для того, чтобы дети сделали качественный скачок в изучении русского языка. И курс построен следующим образом. Здесь последовательное прохождение, то есть вначале вам рассказывают о том, что нужно делать, о чем этот курс, переходите к следующей части. Обратите внимание, всегда есть «Перейти к следующей части», вот эта кнопка. Соответственно, далее рассказывается речь, то есть это такая вводная часть. И далее вы уже на примере конкретных уроков вспоминаете, перейти к следующей части, да, вспоминаете конкретно, что нужно делать, проходите те задания, которые здесь есть. Ну, в данном случае идет задание, где нужно проверить там знания, ну, в общем, одно из заданий. Возвращаясь до начала курса, соответственно, уже, ну, видно, что вот этот этап проверки знаний, он позволяет вам оценить ваш текущий уровень для того, чтобы понять, насколько у вас все здорово и замечательно с русским языком. Покажу, например, курс детоксикации мозга. Курс очень актуален для руководителей, для людей, которые испытывают стрессовую ситуацию. Мы его записывали с Павлом Ширяевым, этот курс тоже с экспертом в своей области. Этот курс построен в формате видеоматериалов, аудиопрактики и задания на день. Здесь есть медитативные техники, которые позволяют вам научиться расслабляться. Вообще, ученые тут проводили исследования и выяснили, что руководители, например, на своих позициях, они, ну, вообще, они находятся в постоянном состоянии стресса, потому что даже ночью они постоянно, мозг работает, он совершенно по-другому работает, он постоянно думает и, собственно, научиться отдыхать полезно для любого человека. То есть мозг – это ресурс, который также требует как периода интенсивной работы, так и отдыха. Этот курс как раз позволяет это сделать. Курс на развитие мышления, например, «Менталист». Менталист позволяет научиться, здесь есть законы тождества, законы равенства, он позволяет увеличить интеллектуальный потенциал, развить логику, интуицию. Здесь есть конкретные тренажеры на развитие, там, на бинарной пары и так далее. То есть это тренажер, разработанный нейропсихологами, который напрямую влияет на мышление и меняет его на уровне мозга. Это вот не то мышление, как, знаете, обычно там мышление предпринимателя, мы сейчас научим зарабатывать миллионы, мыслить иначе. Это конкретные разработанные инструменты нейропсихологов, которые действительно меняют вот эти техники мышления на уровне мозга. И, соответственно, этот курс я рекомендую тем, кто хотел бы развить свое аналитическое мышление и научиться думать иначе, научиться анализировать информацию. Эмоциональный интеллект, я уже рассказал, это курс, который позволяет научиться определять скрытые эмоции. Курс 100 имен за 30 минут, который позволяет научиться запоминать большое количество имен за ограниченное количество времени через ассоциативное мышление. То есть когда вы с именем человека придумаете какую-то ассоциацию. Тоже очень полезный, интересный курс. Курс на целеполагание. Короткий курс, который учит правильно ставить цели, для того, чтобы в дальнейшем, достигая их, двигаться в собственном развитии. Курс на развитие внимания для тех, кто замечает определенную потерю концентрации, расфокус для водителей очень важно. Для детей. Сейчас очень большая проблема с детьми. Это вот рассеянность внимания. Вообще история такая, что сейчас люди, знаете, могут удерживать с учетом гаджетов, информационного шума, постоянного отвлечения, переключения внимания. Люди сейчас удерживают концентрацию на каком-то конкретном объекте меньше, чем золотая рыбка. А золотая рыбка может удерживать концентрацию в течение 9 секунд на чем-то. У людей, особенно у детей, которые активно пользуются гаджетами, история совершенно другая. Они там на 5-6 секунд максимум могут сфокусироваться, потом что-то переключается. Ну, как это на практике отражается? Когда ребенок в школе сидит на уроке, он постоянно переключает свое внимание. С доски на своего одноклассника, с одноклассника на телефон, с телефона на книгу и так далее. За счет этого он меньше информации усваивает. Поэтому курс на развитие внимания позволяет научиться, используя определенные техники, фокусировать свое внимание на объекте. Таких курсов у нас 16. Каждый может найти. У курса есть подробное описание. В начале курса всегда идет более детальный разбор, что собой курс представляет. Поэтому вы можете всегда посмотреть и увидеть каждый курс, выбрать для себя те, которые актуальны для вас сейчас. И пройти в свободное время те, которые могут принести общую пользу. Собственно, переходим к следующему разделу. Это раздел «Статистика». В разделе «Статистика» вы видите более детально свои показатели. Что мы здесь видим? Что можно выбрать различные периоды времени и посмотреть статистику, как она менялась за различные периоды. Можно увидеть, что сейчас мой приоритет развития системно-аналитическое мышление. Можно увидеть, что на текущий момент 51% это процент достижения цели. И, соответственно, можно обратить внимание на такие обезличенные рейтинги. Обезличенные рейтинги, где говорят о том, что я, например, по общему уровню лучше 89% сотрудников, по проценту достижения цели лучше 82%, по прогрессу 97% и так далее. То есть, это статистика за различные периоды времени появляется. Обратите внимание, например, за неделю прогресс уже не такой впечатляющий. Собственно, показатели меняются в зависимости от текущего уровня. Ну, там, поскольку участники сообщества тоже проходят тренировки, поэтому показатели эти динамические. Можно смотреть, где вы относительно других коллег. Что еще здесь есть? Ну, выбрав определенный период времени, мы видим динамику изменений. То есть, мы видим мой профиль, который был и который стал в процессе развития. То есть, видно, что улучшились когнитивные способности. Есть вкладка «Активность». Вот, если помните, в самом начале я показывал такой кружок в стиле Apple Watch. Вот эта история такая. Вы можете проходить, ну, вот видно, например, да, что на сегодня я вот 8% тренажера прошел. Но, проходя и закрашивая кружки, вы, соответственно, подтверждаете свою активность полностью в выполнении. Это элемент больше геймофикации для тех, кто вот любит, чтобы все было выполнено. Вкладка «Награды». На вкладке «Награды» вы можете видеть сертификаты, которые вам прилетают за определенные достижения. Пример. Я достиг цели более чем на 50%. Вот здесь достижение цели 50%. Мне прилетел сертификат. Я его открываю. И что вижу? Я вижу сертификат, подтверждающий, что, соответственно, я лучше, ну, мои текущие когнитивные способности круче, чем у 3 миллионов 200 тысяч пользователей компании Викиум. Подпись Сергея Билана. Можно нажать кнопку «Печать», распечатать этот сертификат, повесить, если вы хотите этим гордиться. Есть сертификаты, которые как раз там о количестве пройденных тренировок, что я прошел такое количество тренировок, мои способности там лучше, чем у такого количества пользователей. И вся эта история, соответственно, здесь отражается в наградах. То есть это элемент, опять же, геймификации. Это то, что позволяет вам с интересом проводить с пользой занятия на Викиум. Вкладка «Соревнования». На вкладке «Соревнования» у вас есть возможность сразиться с коллегами. С коллегами из сообщества. Вот обратите внимание, что есть люди, которым можно сейчас бросить вызов. Я, соответственно, коллег сейчас, ну, не буду отвлекать. Брошу вызов на дуэли со случайным соперником. Вы, соответственно, можете тренировать, ну, как бы бросить вызов как случайному сопернику, так и внутри вашего сообщества. Это живые люди. Мы, соответственно, я выбираю тренажер, там, допустим, сложения. Мой соперник выбирает свой тренажер. И, соответственно, дальше система уже подбирает нам, какой тренажер будет. То есть она учитывает пожелания, но дает на выбор. Ну, вот в данном случае мне повезло. Мой тренажер, соответственно, выиграл. И я стараюсь набрать больше очков, чем мой соперник. Ну, здесь вы можете видеть, что вот я стараюсь не отвлекаться. Но видно, что мой соперник немножко подотстал. И, соответственно, я вырываюсь вперед. Да, соревнования проходят с живыми людьми, поэтому это интересно. Особенно, когда вы соревнуетесь с коллегами, которых знаете. Это вдвойне интересно. Осталось 10 секунд у нас. Вряд ли он меня уже догонит. Я существенно вырулся вперед. Оп, так. Окей. Пошлем сопернику несколько смайлов. Давайте выбираем второй тренажер. Сейчас хочу показать вам, что будет в конце. Тренажер на раскидывание инопланетян. Скоростная сортировка на скорость мышления. На самом деле, учит быстро мыслить, принимать решения. Быстро. Видите, планета появилась сначала, потому что я очень неплохо проходил. Потом, после того, как я начал ошибаться, она пропала. И вот сейчас снова появилась. Да, вот появляется шаттл, который немножко мешает и отвлекает. Это все инструменты усложнения. Поскольку сами тренажеры были разработаны с коллегами из МГУ. И поскольку в основе лежат инструменты нейропсихологов, то, соответственно, вот такие истории происходят. Давайте микросхемы. На самом деле, у меня есть преимущество небольшое перед ним. У меня премиум аккаунт. И у вас он тоже будет премиум. Соответственно, у вас будет приоритет по выбору тренажера. Итак. Итак. Здесь задача очень простая. Это тренажер на мышление. Называется микросхемы. Здесь нужно как можно быстрее находить вторую половину. Немножко ошибся. Так. Как там дела моего? Да. Я смотрю, соперник в этом тренажере силен. Ну, что могу сказать? Что у вас... Сейчас мы заканчиваем. И у вас будет возможность потренироваться с... С участниками сообщества. Да. И в итоге победа уверенная достаточно. Собственно, таким образом я победил. У меня поменялся рейтинг. Добавился рейтинг. История дуэлей. Победа, поражение. Все это меняется. Собственно, это элемент геймификации. Опять же, чтобы вам было интересно. Турниры. Это история, которая проводится для всех пользователей абсолютно платформы. Здесь участвует порядка 5 миллионов человек. Могут участвовать. И, соответственно, все, что нужно делать, это начать соревнования. И, соответственно, посоревноваться со всеми пользователями. На данной странице мы периодически будем с компанией Faberlic проводить соревнования, закрытые для вашего сообщества. Об этом мы дополнительно будем объявлять отдельно. Есть вкладка «Наука». На вкладке «Наука» есть 4 основных блока. Не буду вдаваться в подробности. Кто захочет, изучит. Есть методики. То есть, в основе какого тренажера, какие методики. Соответственно, как работает Викиум. Вот здесь интересная информация о том, что это за вообще платформа Викиум Компетенции. На основании какого исследования разработано. Что такое когнитивный профиль по семи способностям основным. Что такое наша запатентованная индивидуальная программа развития. Есть сторонние исследования. Наука Викиум – это история, которая рассказывает о том, почему до 30 людям и не очень-то нужно посвящать, ну, не нужно в таком объеме посвящать время тренировкам. Ну, и после 30, почему уже, что происходит, какие физиологические процессы с человеком в части мозга. Почему нужно тренировать его. Исследования. Здесь, в этих исследованиях, вы можете посмотреть, какие конкретно исследования были, легли в основу, соответственно, тех или иных разработанных продуктов. Это и, соответственно, доказанная эффективность тренажеров учеными. Все это здесь. Последнее, что хотел бы вам показать, это настройки личного кабинета. Что в настройках личного кабинета может быть для вас интересно, мы зайдем сейчас в настройки. И здесь вы можете увидеть следующее. Здесь есть информация, фамилия, имя, дата рождения. Вот на что хотел обратить внимание. Смотрите, для детей у нас есть специальная настройка программы. Вы нажимаете галочку. Ну, сейчас это невозможно, но тем не менее. Нажимаете галочку, и у детей исключаются сложные тренажеры, связанные с математикой и так далее. То есть, для детей до 7 лет я рекомендую эту галочку использовать, а далее смотрите по ребенку. То есть, кто-то может уже считать там в 5-6 лет, тот еще нет. Но если вы нажмете, у ребенка уйдут сложные тренажеры, связанные с математикой, и ему будет легко и просто проходить свою программу развития. Также есть люди, у которых проблемы с цветовосприятием. Можно также нажать здесь галочку, и, соответственно, у человека уберутся сложные тренажеры, сложные для прохождения для него тренажеры. На что еще хотел бы здесь обратить внимание. Вы можете сменить имейл. Если вы решили перевести аккаунт на другой имейл, это возможно сделать. Здесь нужно ввести новый имейл. Соответственно, и хотел вам показать по поводу напоминания о тренировках. У нас есть два режима напоминания о тренировках. Это автоматические настройки и ручные. Что такое автоматические настройки? Это, соответственно, система запоминает, в какое время вы чаще всего занимаетесь, и в это время вам приходят письма на почту, которые говорят о том, что, уважаемый друг, пройди-ка ты, пожалуйста, тренировку. Если говорить о ручных настроях, то это режим будильника. Вы выбираете сами время, дату, соответственно, которую вы хотите, чтобы вам прилетали письма. И они системно, стабильно будут к вам прилетать, напоминая о необходимости пройти тренировку. В принципе, больше здесь особо ничего интересного нет. Собственно, что по итогу? Если у вас будут появляться вопросы, вы можете обращаться в службу технической поддержки Faberlic. Вы можете писать мне на corporatesobakovicium.ru. Это наша корпоративная почта, на которой мы принимаем все вопросы. Собственно, многие коллеги уже это сделали. Я на них отвечаю и, собственно, консультирую по тем или иным вопросам. Вам всем спасибо большое за внимание. Всего вам доброго.